Каждый год 19 декабря вечером жители Рени с детьми шли на Площадь Свободы, чтобы увидеть, как зажигаются огни на главной ёлке города. Будет ли организован праздник в этом году, в период военного положения? Каждый год мы открывали, но за рекомендацией ВДА мы немного изменим святкувание, 19-го не будет открытия Ялинки, не будет никаких масовых заходов с метою забегания масового скупчения людей. И все переносится в заклады, где у нас, при каждом закладе культура, у нас есть укрытия, простейшую укрытия, и все такие новоречные ранки, день Святого Миколая с Ялинкой, все у нас будет в закрытых закладах. В последнее время у жителей Рени была еще одна веселая традиция – собираться 31 декабря к полуночи у главной ёлки и вместе встречать Новый год. Открывать шампанское, смотреть на красочный салют и танцевать до упаду. В этом году такой традиции не будет, потому что, ну, мы знаем, что у нас комендантская година, и мы не будем собираться билее Ялинки, даже ее не установлюем и не прикрашаем с метою экономии, потому что мы сейчас все работаем на то, чтобы скорейше закончилась война и помогли как-то в этой промозе. Как же планируют, точнее, как же хотели бы встретить Новый год жители города Рени? Будем ложиться, спать, свет выключаете, все. Блэк-аут, так праздновать. Как Новый год собираетесь встречать? Расскажите. Я на смене буду. Как обычно, на работе и дома. Работать будем, а дома будем отвечать. Как обычно, ничего не изменилось. Жизнь продолжается. Думаю, что навряд ли будем праздновать, потому что сейчас такое положение в стране, и как-то не очень до праздника. Ну, елку поставим, конечно, стол, в семье будем. Что планируем дома? С детьми, с внуками. Внуки сейчас по Украине оттуда уехали и приехали в Рени. Большая семья, да, 11 человек. Семья у нас. Обязательно в кругу семьи. Это семейный праздник. И ассоциируется он именно с семьей, с детством, с теплыми такими воспоминаниями, семейными воспоминаниями. Поэтому обязательно в кругу семьи. Поеду, наверное, в Одессу. Там у меня все дети, внуки и все остальные. С ними буду встречать. Я тут один. Один. Единственный. Ну, как я собираюсь встречать? Мне 89 лет. Проработал 46 лет. И на пенсию 3000. Как можно встречать Новый год? Обычно дома. С родителями. Погулять. Погулять с подругой. Отпраздновать, купить что-то. Если будет с них играть в снижки. Да. Если будет. Тоже праздновать дома и играть. Короче, я хочу очень много подарков. Что я заслужила. Я себя хорошо вела. Я хочу отпраздновать Новый год. Погулять где-то, например, в кафешке, попить латте. И хочу ящик мандаринов. Денюшки, конечно же. Ну и куча бисера. А бисер тебе? Ну, я плету из бисера. Я хочу много подарков. Хочу денюшки. Обязательно мандаринки и конфетки. Еще я хочу на Новый год много снега. Да. Я тоже. Это самое главное. Самое главное, да, девочки? Да. Хочется, чтобы был мир вообще. Вы знаете, очень сложный вопрос. Я даже не могу сказать. Жду детей. Хочу, чтобы приехали, чтобы были вместе. А там, как Бог даст. И даст Бог, чтобы было мир. Самое главное, чтобы мир был. Я думаю, что не то настроение новогоднее. Хочется мира. Потому что все дети как разъехались. Мы, два пенсионера, будем дома ожидать мира, добра. И чтобы не было неблагоразумия. Я буду дома праздновать со своими братиками, с мамой. Мы будем скоро украшать дом всякими игрушками, елку. Ну и вот так мы будем праздновать. Сейчас военные положения. Будем дома с детьми. У меня дома дети много. Детей четверто. Четверто детей. И муж. Дома с семьей. Как в обычном. Нет никаких планов пока. Так. Будем действовать по ситуации. А можно тебя спросить? Ты как хотел бы встречать Новый год? С счастьем. Какие планы сейчас можно строить? Живешь в сегодняшнем днем и не знаешь, о чем думать завтра. Дома. Мы хотим многое, но не все получается. Дома будем сидеть. Свет будет, значит, будем телевизор смотреть. Мы вообще не празднуем Новый год. Мы как верующие люди, мы не празднуем. Для нас Рождество праздник. Девушка миленькая. В этом году, 29 числа, будет три года, как мой сын умер, средний. Для меня Новый год не очень, знаете, не праздник такой. Раньше, да, праздновали. Как в семье, знаете. Мы не с достатком, конечно, но как обычно. Да, Царство Небесное. Как? Дома, с семьей. Ну и, конечно, радостно, что у нас тихо, спокойно. И люди доброжелательные все. Мы хотим елочку, конечно, украсить. Ну, конечно, сейчас нам не до веселья в связи с этой обстановкой, что это война, что люди гибнут. Жалко очень людей, молодежь нашу. Ну, если только получится все, будет тихо, спокойно, будем надеяться и жить дальше. Я, наверное, со своим братом, со своей семьей поеду в Румынию, да. И будем там отмечать со своими родственниками и друзьями. Да, я, возможно, вполне так же проведу, поеду к другу на недельку где-то в Румынию. Или не факт, или останусь с семьей здесь, проведу Новый год дома. Надеюсь, что обстоятельства будут нормально сложиться и хотя бы погулять выйдет. С родителями, вот. Так праздновать, наверное, будем в семейном кругу. Обстановка в стране очень хорошая. Собирались просто вместе с всей семьей быть домом, потому что мне папа сказал, что это семейный праздник. С сестрой, с мамой. Хочу мира, всему миру. Чтобы мир был во всем мире. Это самое главное, по-моему. А праздновать будем, когда будет перемога, когда будет победа. И хочу, чтобы эти дети, которые сейчас защищают нас, были здоровенькими. Здоровенькие вернулись в свои семьи, к своим деткам, к мамам, к родителям, к женам. Это самое главное на сегодняшний день. Дай Бог нам мирного неба, победы и благополучия нашему городу и нашей краине. Но даже в период военного положения, по возможности, взрослые дарят детям их любимые праздники. Первый утренник 15 декабря был проведен в Ренийском центре культуры и досуга для детей из семей, которые приехали в Рени из зон боевых действий. На второй утренник пришли воспитанники Ренийского центра реабилитации детей и молодежи с ограниченными возможностями. Перед ними выступили воспитанники образцового хореографического ансамбля конфетти и участники детского народного театрального коллектива «Сто фантазий». Работники Ренийского центра культуры и досуга подготовили подвижные игры, поскольку из-за длительных отключений электроэнергии не удается должным образом прогреть зал. «Сподіваємось, що ніякі перепони нам не завадять, відсутність світла, відсутність тепла, але ми намагаємося своїми зусиллями докласти максимальні зусилля, щоб діткам і нашим гостям було в нас комфортно. Бо зараз в такий важкий час це дійсно дуже важливо. Не зупинятися, щоб ніякі вороги не завадили нам отримувати максимального задоволення і бути натхненими перед прийдешніми святами. Адже святий Миколай приходить до кожної хати, до кожної дитини, навіть до тих, хто в душі дитина, але всі чекають на дива. І сподіваємось, що в нас виходить ці дива втілювати у життя». А як ви планируєте встречати Новий год? Пишіте об цьому в коментаріях, діліться нашим відео і ставте лайк!